Сидели у Степнова, все молчали. Чуть шелестел за навязками ветерок. В сумрачной комнате было не убрано. Вещи были разбросаны, как попало. На полу грязно. Это Петр Завьяловский. Поволжская трагедия. А мы возвращаемся в год 1921-й. Тучи дождливые. Где же вы? Или с врагом заодно? Вас ли не звали с надеждою? Мертвое спрыснуть зерно. Ясно-ясно-высь. Знойный нистовый крик. Стебель последний паник. Солнце. Уймись же. Уймись. А мы с вами продолжаем читать документальную повесть Петра Завьяловского «Поволжская трагедия». И сегодня находимся возле дома на Садовой улице, где в 1921 году жил писатель Николай Степной. И где за обеденным столом почти каждый день собирались тогда еще самарские писатели. И, сидя за этими окнами, размачивали в кипятке хлебные корки. Ворвавшиеся с улицы звуки духового оркестра отрезвили нас. Читаем в Поволжской трагедии Завьяловского. Все мы потянулись к окнам и увидели, как по улице, едва-едва скрипя колесами, ехал неподмазанный катафалк. Впереди шли несколько оборванных музыкантов и трое красноармейцев со знаменами. А сзади обутые, а в лапте родные и близкие покойного. Видать, кто-то из больших умер. Да сосед мой, комиссар тяги, ответил хозяин. Эх, тоже мне комиссар, колес себе не смог подмазать. Кто-то едва-едва захихикал и испуганно смолк. Катафалк скрылся в глубине улицы. Все печально смотрели ему вслед. Попавший со двора между горам шмель бился о стекло. Кто-то из присутствующих в комнате заметил. Смотри-ка, шмель и тот борется за жизнь. А мы что же? А вот у нас гайки ослабли, ответили ему. Что ж, значит, околевать пора. Ха, сделай милость, ложки подешевеют. Разговор оборвался. В комнате опять повисла тревожная тишина. Прабабушка говорила своим детям, ну, уже к тому времени, юношам и девушкам. Их четверо было. Чтобы ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, ни под каким видом на рынке не покупали ничего мясного. Ни пирожков, ни... Когда они спросили, мама, почему? Она говорит, там даже не собачачьи. Подразумевалось, что там человеческие останки. Живые, неживые, это уж бог вести. То есть это действительно было так. Торговали на рынке пирожками с человеческим мясом. Вот это было. И вот когда, тоже помню, вот историю она рассказывала, у них были знакомые, многодетная семья. Вот и была большая радость, когда они там в 21-м году сумели раздобыть мешок с шелухой от семечек подсолнечных. Не с семечками, и даже не с жмыхом, с шелухой. И вот из этой шелухи они варили похлебку. Вот, и тут как бы трагикомическая такая, так сказать, история. Отца мужчин кормили первыми. Семья большая. В кастрюле быстро все заканчивалось. В кастрюле по мере того, как уровень похлебки уменьшался, мама добавляла водичку. И кто последний ел, говорит, ну что ж опять мы воду-то пустую хлебаем. А отец говорил, да нет, вполне себе наваристый сухой. Утром дед Василий пошел на поля. Шел без шапки, а в длинной пасконной рубахе, пасктукивая палкой в твердые коми земли. Сворачивал в сторону, брал в руки колоски, нащупывая зерно. Подолгу стоял над овсами и тревожно вздыхал. Хе-хе-хе, смерть. А через неделю старику сшили холчевый мешок с лямками на оба плеча. Не глядя отцу в лицо, Емельян тих сказал, иди, тятя, собирай. Старик сделал ботажок от собак, приделал на один его конец маленькое копьецо и начал разучивать не мамы, иные помощи. Глаза его застилали слезы, а голос дрожал. В своем селе не подавали. Он отправился в соседнее. Высоко над головой стояли сгрудившиеся тучки, неразогнанные ветром, и пахло утренней прохладой. Выйдя за бугорок за селом, старик радостно взглянул над головой. Не будет ли дождичка? И в тишине полей тихо запел не мамы, иные помощи. Но вскоре выглянуло солнце, и тучки растопились. Дед начал глотать дорожную пыль, гонимую навстречу ему ветром. До соседнего села он не дошел. Снял с головы шапку, расстелил дорожный мешок и сел на дорогу. Еще раз поднял голову к небу и тихо произнес. Ну вот, видно, и настигла меня смертушка. Не уйду теперь. В полдень за ним приехал Емельян на телеге. Лошадь шла медленно, часто останавливалась. Не было надежды, что довезет до дому. Емельян шел рядом, прикрыв глаза, старался не смотреть перед собой и ни о чем не думать. Но нет-нет, все-таки видел ее костлявые руки, готовые задушить их всех одним махом. Дома лежали ребятишки с распухшими от голода ногами, а мать плакала над ними. Деда положили в синях, прикрыли его полушубком. Он открыл глаза, взглянул перед собой, увидел сурово надломленные брови сына и покорно произнес. «Ты не сердись, сынок, я скоро умру». В 1922 году вышла книжка «Франц Юнг». Это немец, представитель Коминтерна, который, значит, от Коминтерна ездил здесь по Самарской губернии и оставил свою, так сказать, брошюру своих воспоминаний. Там одна из фраз как раз связана с репрессивной тематикой, потому что люди, доведенные до крайности, у кого еще были силы, нередко восставали, нередко поднимали какие-то бунты и протесты. Это все усмирялось в той или иной степени жестокости. И, как он пишет, что не только власти заботятся о переполнении острога, как он пишет дословно. Очень многие крестьяне сами заваливают чрезвычайную комиссию доносами на соседей, у которых там есть что поесть или что-то еще. То есть, как он пишет, что у многих мужиков одна заветная мечта – засадить соседов ЧК. Он говорит, это самый отвратительный способ борьбы за существование. Дома Емельян сказал, Анна, говорят, в городе ребятишек кормят, отведу которого-нибудь. А если не примут, ну а то, как же теперь, лошадиного мяса нам не хватит. Анна заплакала, которого же поведешь-то. Мишку поведу, с сережкой не дойдешь, а Петька, может, сам помрет. Вернусь из города, буду тележку на двух колесах делать. Мишка под тяжелым взглядом отца задрожал мелкой дрожью. «Тятенька, не води меня в город! Да чем же я тебя кормить-то буду? Я не буду есть, совсем ничего не буду!» Сидел на полу Емельян с добрыми печальными глазами и рассказывал ребятам о голодной смерти, рыщущей по деревням и о городе с большими каменными домами. В сердце его так и пела радость. Петька здесь помрет, Мишка в городе устроится, а они с Анной посадят сережку в маленькую тележку и пойдут все вместе отыскивать хлебное место. Ну, а помрет сережка, так и бог с ним легче идти будет. «Весь этот кошмар, это же он не сам по себе вырос. Это следствие социальных потрясений. Когда люди не хотят потерпеть, не хотят подождать, хотят счастья здесь и сейчас, сегодня. Хотя об этом сказано уже давно, что полного счастья здесь не бывает. И начинают все это дело трясти, раскачивать. Потом, когда все это рушится, сами же начинают страдать. Поэтому мне кажется, что такие моменты надо знать обязательно. Потому что это часть нашей истории. А история – это наши корни. Без них мы, дерево без корней не растет. А мы снова возвращаемся в Поволжскую трагедию Петра Завьяловского. Самара, улица Садовая, год 1921. Вот с улицы донеслись крики. Все, кто находился в комнате, бросились к окнам. На улице поймали жулика и теперь учиняли самосуд над ним. Толпа, сжавшись, как ежик, подходила все ближе к пойманному, извергая брань и проклятие. Один из нас предложил вмешаться. Мы направились к двери, а в это время хозяин квартиры подбежал к столу и положил в карман несколько кусочков хлеба. Но его тут же поймали за руку. Ах ты, жульничать жри здесь, а с собой ни-ни. Хозяин смутился. Да в торопях я, браток, в торопях. Думал, задержимся надолго. Вторую неделю так думаешь. Ты не смотришь, что у меня один глаз. Я за тобой зорко наблюдаю. Ишь ты, нашелся умник. Эта сцена огорошила всех присутствующих. Наш дядя Коля и вдруг жулик. Мы опять сели за стол, забыв об улице и об уличной драке. Обед прошел молча в мертвой тишине и закончился раньше обычного. Все сидели, как побитые собаки, а потом разошлись, не прощаясь. А уже через неделю, подобно верблюдам, мы тискали на вокзале через людские головы степному и неверову самовары, худые спаги и еще какую-то рухлить. Наши братья-писатели уезжали в Ташкент за хлебом. А мы, остававшиеся здесь, в Самаре, были готовы плакать от досады. Эх вы, уезжайте-таки, сволочи. По листве тоскуют чаще. У кладбищенских ворот труп обглоданный, смердящий. Вешний ветер ловит в рот. С вами был Михаил Перепелкин.